Что в герболайфе? Сывороточный и соевый. Самый, не важно, я бы так сказала, самый бедный по аминокислотному составу. То есть что такое сыворотка? То, что сквасилось в творог, например, да? Ну то, что вы делаете в творог, осталась жидкость. Это сыворотка. Вот этот сывороточный белок берется, уделяются оттуда белки, он дешевое сырье. Добавляется соевый белок, минералы, казино, аминцы. Это как? Протеиновый как? Белок-то есть. Называется протеиновый как-то. Антиоксиданты есть, но 50% дневного количества каждой пульсы. Да, есть клетчатка, но как бы вроде пусть, да? У каждого ценовая своя политика, но не думаю, что это дешевый продукт. Не знаю, сколько он стоит. Но в составе средства, которое позиционируется как средство для похудения, содержится, посмотрите, что кофеин и фитрин. Почему-то хорошо. Все вроде вначале летают, худеют, есть не хотят. Кофеин и фитрин – это, ну, серьезные, как бы, пронаркотические вещества. Это сердцебиение, бессонница, нервное расстройство, вплоть до развития депрессии. И очень многие люди не выдерживают долгие циклы приема этой смеси. Зачем вам получать вот эти добавки, которые будут действовать на вашу нервную систему? Ну, естественно, у нас мы получили в 90-е годы и инфаркты, и инсульты, и поносы, и онкологию, потому что люди худели, забывали вообще про еду, а и фитрин обладает этими свойствами. И низкая калорийность вот этого всего питания – 700 килокалорий в сутки. Ниже всех самых низких рекомендаций по нашему энергообмену. Самые низкие – это 900 килокалорий. На 700 килокалориях это можно тихо умирать. Из чего составить? Сколько должна быть белка? Жир где? Где? Жир нам нужен. Где аминок? Как будет мембрана клетки работать? Значит, на чем? Значит, волнная смеси – это спортивная смеси. Ну, я уже… А, я иду, да. Дальше. Энержедая. Энержедая, да? Ваши пахачки. Ваши, какая-то сейчас веселуха. По всем этим. Спасибо вам. Я поизучаю сама все это. Мы читаем, смотрим, что состав. Белки и сои. Отдельно гороха. Хотя это группа бобовых. В некоторых смесях – их много. Есть молочные, сывороточные, опять неполноценные, дешевые белки. А где альбумины? Какие белки вы знаете молока? Козыгин. Козыгин. Тяжелый белокворожный, сырный. А еще самое важное? Сыворо. Самые важные белки молока. Ну альбумин я сказала, а глобулины что, не знаете? Глобулины. Белки. Альбумины, глобулины, козыины, сывороточные белки в молоке. Несколько фракций. Самый аллергенный бета-лакто-глобулин, который, в общем-то, вызывает аллергию на молоку. Здесь сывороточные белки, все, что осталось, хорошие забрали, оставили, надо утилизировать, высушили и так далее. Значит, горох, сои и сывороточные белки. Понапихали минералы, витамин, фосфаты, камень. Зачем? Нет, это невкусно. Это невкусно, это онкология впереди. Как дольше планировать? Ну, конечно, это вкусовые добавки, это консерванты, чтобы это все-таки создало форму, когда вы размешаете форму продукта. В порошке это все равно, но вы же должны сделать продукт. То есть это еще, в общем-то, это допустимо, но не надо этим систематически пользоваться. Вы смотрите во всех продуктах, которые вы покупаете, этих фосфатов. Уйма, и вот передача, естественно, отбор, мы об этом часто говорим. То есть много химических добавок, плюс туда же еще химические ароматизаторы, загустители, еще другие консерванты, еще усилители вкуса, еще разрыхлители. Вот из 7 баночек просыпали. У из углеводов декстрозы и сироп глюкозы, то есть быстрые углеводы. 5 порций, которые обычно пьют, едят, 95, 100 грамм глюкозы с высоким индексом гликемическим. 100 грамм глюкозы, полстакана сахара. Стакана сахара в эти порции. Что из этого будет? Да, будешь, забегаешь. Сил будет много, вкусненько. Так вы под этим вкусненьким получите вот эти все консерванты. Из жиров только масло сои. Формула никак не просчитана. Хорошо, пусть будет масло сои. Сколько? Масло сои и белки сои. В каком соотношении? Не указано. Получается на 209 килокалорий белки 20 граммов. В нашем коктейле варим по эмиссии с половиной. Так они еще и разные. А здесь у нас только молочное и соя. 20 граммов. Зачем нам? А мы 5 получаем порций. Вот они высчитывают здесь. 20-100 граммов чистого белка, чистого, это значит где-то 600-700 граммов мяса. Вот такой вам удар по организму. Перепутано, да? Белки с углеводами. Белки 8,8. Не перепутано. 18. 18. 18. Углеводов 19, жиры 5,1. И цена на 4 дня, 4 порции день 2200. Сказалось бы. Чего, за что бороться? По биологической ценности белков, эту таблицу вы, наверное, нигде не видели. Я ее специально нашла. Как вы вообще оцениваете? Я говорю, ну, слова, да? Выскакивают из уха в ухо. Есть специальная научная таблица биологической ценности белков. Так, как называется, таблица БВ. Биологи верификацион. Белки молочной селородки. Стоп. Приравниваются к цельному яйцу. Но не указывается, сколько. Наверное, если мы возьмем тонну, то, наверное, мы все-таки это получим. Казаин меньше, рыба меньше, соль меньше, фасоль меньше. Самая низкая биологическая ценность у растительных белков. Это я к чему веду? Я веду это к веганству, к вегетарианству, ко всему прочему. То есть усвоение белков плюс их биологическая ценность. Чтобы вы знали, вот этот вот P-D-C-A-A-S, это аббревиатура, когда вы хотите узнать аминокислотный состав белка. Набираете и вам даете. Сегодня такая информация просто вам расширит мозговую деятельность чуть-чуть. Значит, для того, чтобы использовать визуально качество белка, используется аминокислотный профиль белка. Но на банке Эннерджи дает, его нет. Очень многие производители хитрят. И они чистый белок разбавляют синтетическими аминокислотными смесями. Или более дешевыми аналогами. То же самое добавление к креатинам и глютаминам. Эти данные добавки дешевле основного белка, снижается себестоимость, а цена остается прежней. Ну это наркально, это уловки производителя, это пислое. Одно приелось, надо что-то другое придумать. Соевый белок. Ой. Даже не захотел. Но... Зависает там у него. Улетает. Приятно. Ну зато у кого-то пролистали. Так. На, сделай мне. У меня не получается. Сейчас я сделаю. Ну вот мы с этого и есть начали, да? По биологической ценности, по количеству белка на 100 грамм по всему аминокислотному составу проигрывает молочным белкам в любом случае. Он берется как самое дешевое сырье. Даже самый лучший соевый белок будет иметь неполноценный аминокислотный состав. И в той таблице, где я вам говорила о биологической ценности, у него один из низких показателей 73. Неполноценный у аминокислотных. То есть не все аминокислоты там содержатся. Соевые белки содержат специальные компоненты, которые замедляют всасывание, переваривание многих веществ. То есть они блокируют определенные другие белки. Мы не будем называть различные химические. В общем, другие пищевые вещества и замедляют всасывание. Почему? В общем-то с соевыми белками стали работать больше ветеринары. Это очень хорошо подходит животным. Создаются белково-витаминные концентраты. И когда корова быстрее набирает массу, но они просто обогатили их растительный рацион. Вообще смешно. Корова-вегетарианка отдает животный продукт. Как так получается? Вот это вот интересная загадка природы. Поэтому к сои мы относимся очень аккуратно и осторожно, потому что она содержит, так называемые, вот эти вот компоненты, которые препятствуют всасыванию, называются лектины. Ну, в целом, эта группа антинутриентов, они содержат лектины и ингибиторы протеазы. Это просто запишите. Если вы это запомните, уже будете большие молодцы. Ингибиторы протеазы. Протеазы – это ферменты, которые помогают всасыванию белков. Протеин, 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 протеазы, ингибиторы – это блокатор, липиды – липаза, сахара – амилаза. То есть на каждой группе пищевых веществ есть свои ферменты, ингибиторы протеазы. Ко всему прочему, ко всему прочему, дорогие женщины, вам соя нужна. Это содержит женские эстрогены, а мужчинам-то она не очень нужна. Зачем мужчинам женские гормоны? Эстрогенная активность сои доказана. Ко всему прочему, соя очень дешевая. Весь Казахстан у нас в сои. И еще разные другие поля. Сои, пожалуйста, ради бога. Соевое масло есть. Поэтому, в общем-то, сои применяется, как я сказала, при вскарбленной из кормы. Это что такое? Это следующее, он идет в переплывание. А, переплывание. А, переплывание. По углеводам, что в соли. Текстроза, мальтодексит, крахмал. Вот такие углеводы. Что такое декстроза? Это химия. Химическая молекула глюкозы. Технически это не сахар. Это позволяет компаниям, которые создают сладкие напитки, типа чур-щуга-фрэй, и написано декстрозом, да? Подменять сахар в своей химической формуле. А гликемический индекс 100. У декстроза. У декстроза 100. Как у пива. Если вы выпиваете бутылку кока-колы, сколько она там, литр, полтора? Да? Вы съедаете примерно полтора стакана сахара. А написано сахара нет. Именно за счет экстрозы. А если это в месяц? Это 40 килограмм сахара. Просто так тыщет жидкость. Мешок. Количество сахара в крови повышается слишком быстро. Возникает углеводный пик, который может даже привести к инсульту. Большое количество сахара очень сильно отражается негативно на психике, на мозговых клетках. Это вышибалка такая, как шайбой по клеткам. Блокируется, тормозят. По тормозам. Вот так. Он повах и останавливается на сухарном. И уже ни о чем не думает. Уже хочется спать. Выбивает человека с решением не пропадет. Вот этот углеводный пик вызывает по себе повреждения кровеносных сосудов. А в дальнейшем сама глюкоза усиливает выработку, образование холестерина. Сейчас уже говорят об атероскерозе не через жирные продукты, а через то, что мы поедаем очень много сахара, в том числе глюкозы. Из глюкозы формируется жир. Называется процесс глюконеогенез. И сам Бакерия уже сейчас выступает. Люди, лишь ли лучше сало. Но уберите сахар. Сахар и соль. Сейчас два таких вот агрессивных момента, против которых все нутрициологи и вообще клиницисты начинают террористы. Потому что безумное количество атеросклероза. Потому что невостребованная глюкоза, вот, я вам пишу, да, конвертируется в жировое бетон. А накопление холестерола, тогда, ну ладно, выпью Крестор, выпью блокатор, выпью скотины. Ничего подобного. У вас развивается выпадение памяти, хронический стресс, тревога, депрессия. И вы болеете уже, как старик. Вам это надо? Зачем нам это надо? Кроме того, ВНЛ. Ароматизаторы. Этентичные натуральными. Ванилин. Ванилин – неполезное вещество. Только стручок. Уже вам время, вы что? Нет, нет. Если вы сорвали стручок где-нибудь в эти деньги и умеете им пользоваться, ради бога. Если вы покупаете в баночке ванилин, почитаете, что там написано. Это всегда химия, это ароматический альдегид. В ванильных стручках, ванилинах в природе нет. Он делается химическим путем. Он появляется только после созревания, опадения и переработки. Это химические вещества. Ванилин не нужен растению. Цель его – защита семян от плеси не от бактерий. Это антибактериальное средство. Мы его просто нашли и используем. Не надо пользоваться. Или совсем копилюшечку. Или этот свой стручок. Подрите там. По чуть-чуть. Ну, по крайней мере, и знаете. С контекста просто вырвать глаз. Ну, какие вы вообще? Вообще. На свой стручок. Ну, подрите. Так и будем делать. Зато не будете есть химическое вещество, ароматический альдегин. Что еще в НЛ? Лимонная кислота. Антисептик сильнейший. Да? Но это добавка. Он регулирует кислотность. Мы им пользуемся. Но я им чищу чайники, например, лимонные кислоты. И мы чищем. Агрессивный элемент. Больших дозов тоже не рекомендуется. Раздражает желудок. На то, чайник. Вместо лимона не пейте. Это только в выпечку или вот в каких-то таких хозяйственных целях. Что еще мне не понравилось в НЛ? Вот эти все вкусные. Вкусняшки, как говорят. Там пишут молодежь. Там все вкусненько. Пишем так. Какая вишенка. Как полежали. Вот нафиг. Какая вишенка. Посмотрите. Ацерола мальфихия хлабра. Я это так уже говорила. Хлабра. Хлабра. Как бы барбадосская вишня. Вот это вот химическая формула. 149 миллиграмм на 100 грамм. Вкус вишни. Микродозы. Какие-то там витамины. Нерастительное вещество. И миниат. Так называемое royal желе. Королевское желе. На 100 грамм целых. 31 миллиграмм. Это в своей изначальной позиции как бы маточное молочко. Ну что мы маточное молочко не найдем натуральное. Здесь от 10 грамм маточного молочка. Которое рекомендуется от 50 до 100 миллиграммов в сутки. Если это нужно. Как адаптоген. Как повышающий там устойчивость заболевания. При хронических процессах. А мы едим химию. Вот это королевское желе. И конечно комплекс ферментов. Который как бы улучшает усвоение. Чего? Зачем? Химический порошок с ферментами. Значит подразумевается прием с едой. Понимаете? Вот что-то такое создано. Много всего напихано. Маркетик Барбадус. Ацирола. Барбадусская. Вот это вот. Как я говорила. Хиа-халабра. Агапра. Да? Виагра. Это не Виагра. Виагра это прижимство. Что это? Поэтому. Поэтому. Это будет всегда. Современные выявленные.